Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за Барселону, но сегодня мы не сыграем ни одного матча за Барселону. Как бы это смешно ни звучало и странно одновременно, но такой опыт у нас уже был, когда мы тренировали Ювентус, но нам предложил свое место главный тренер сборной Италии, мы его заняли и тогда выступали на чемпионате мира. Сегодня у нас другая ситуация, у нас просто товарищеские матчи со сборной России против сборной Китая и против сборной Индии. Я не знаю, к какому составу и какой команде мне лучше прислушаться, давайте все-таки, наверное, против Китая мы сыграем нашим первым составом, против сборной Индии мы сыграем своим вторым составом. Не знаю, это вообще ли последняя подготовка к чемпионату Европы, на который мы, кстати, попадем. Вот, есть еще тут Дания и Ирландия, так что эти уже серьезные соперники нам попадаются. Так что и все, это вот еще Словения и Финляндия будут в марте, заключительные команды. Так что это первый из трех наших выпусков, которые посвящены сборной России, когда я тренирую сборную России при еще руководстве Барселоны. Итак, первый состав выглядит у нас вот так вот, вы можете посмотреть, второй вот так быстренько накидал из того, что было. Ну и решил во втором составе Смолова и Чалова вместе на поле использовать, но только Чалова на Цапнике. Итак, против сборной Китая мы выйдем первым составом. Все, молча, поехали. Итак, наш первый матч под руководством тренера сборной России. Неофициальный, естественно, первый для нас официальный матч это будет уже на чемпионате Европы, если нас еще не уволят до того момента. Но тренер все-таки в сборной уже опыт у нас такой есть. Мы тренировали сборную Италии, дошли, если я не ошибаюсь, до четверть финала чемпионата мира. В этом году, точнее в этой квалификации на чемпионат Европы сборная России встречалась со сборной Италии. Но я уже один сезон просто не тренировал после Ювентуса. И сборная Италии вместе со сборной России вышли на чемпионат Европы. Сборная России, правда, заняла вторую строчку, сборная Италии первую, но там просто один единственный гол решил сборной Италии всю эту судьбу. И они стали на один гол просто выше в разнице мячей. Не заложить эту конфетку. Но, как вы видите, можно не заложить. Попадаем и в перекладину. Дзюба еще и на добивании не получилось сработать. Головин на подаче. Спокойно, спокойно, ребята. Вот уже потеря пошла. Еще одна. Головин на Дзюбу. Дзюба. Ну, это спокойно. Это просто на классе Артем Дзюба забивает гол. Ну, что же, 12 минут нам потребовалось, чтобы забить. Роман Зовнин будет забрасывать. И тут уже Зелимхан Бакаев. Он первый на мяче. И отлично, это 2-0. Я сказал, будет жестокий матч. Жестокая опорна со стороны сборной России. Уже 2-0. За 3 минуты, вот, посмотрите, с развода мы мяч получили. Сборная Китая отобрали вот так вот. Сразу же один пасик на Бакаева. И тот, посмотрите, в ближний угол. Ну, не ожидал, наверное, голкипер. И снова подходит к мячу Александр Головин. Теперь уже идентичная ситуация. Да и угол здесь поострее даже будет, чем в прошлом моменте. В прошлом ударе со штрафного Головин. Это гол. Это гол. Александр Головин забивает со штрафного. Все, 3-0. Уже 25-ая минута. Ну, и сейчас мы даже посмотрим, кто все-таки забил Головин или автогол от вратаря. Даже не знаю. Здесь как-то от рук залетел. Скорее всего, будет это, наверное, автогол. Нет, Головин. Но шикарный гол со штрафного. Мы забиваем. Оп, Зобнин. Остановил, прокрутил. Да и пробить осталось. Ну, и все. Роман Зобнин забивает. Делает счет 4-0. Я вообще думал, что счет будет поразгромнее. Но как-то долго получилось нам раскатать оборону Китая во втором тайме. Замены вот все нам советуют. Вот Кудряшова, кстати, я могу выпустить, потому что у нас он пятый центральный защитник. У меня остальные два в следующем матче только будут играть. Пошла подача. Дзюба, выноси. Но нет, тихо. Пенальти. На последних минутах назначают пенальти. Тем более моменты еще такой спорный был. Сейчас увидим. И обсудим его. Ну, вот что здесь было? Ничего. Он просто сам начал пинать Зобнина и сам упал. Ну, ладно. Постараемся вытащить. Отлично. Все. Акинфеев герой в этом матче. Ни одного мяча не пропустил. Да еще как-то корявенько. Но он отбил все-таки. Смотрите. Локтем что ли прям. Уверенная победа 4-0. Чуть ли не пропустили в концовке с пенальти. Но Акинфеев шикарно отыграл. Будем надеяться, что он сыграет на чемпионате Европы. Ну, давайте произведем тренировку. Кто у нас остался? Только Фирпу. Один из Барселоны. Давайте вот Гризмана почему-то не вызвали. Почему ему легкое дал? Центральный защитник здесь. Почему сборную Франции никуда не вызывают? Она... Что с ней происходит? И Терштегена не вызвали в сборную Германии. Пусть уж они хотя бы прокачают, чтобы тренировки зря не терять. У нас матч против сборной Индии. Ну что же, вот он. Второй наш состав. Сейчас вы видите его на своих экранах. Выходит против сборной Индии. Снова домашний, кстати, матч. Ну и посмотрим, кто все-таки лучше справится. Я не знаю просто, кто сильнее. Сборная Китая или сборная Индии, наверное, все-таки. Хотя у китайцев есть хорошая китайская лига. Там они конкурируют с Халком тем же, с тем же Оскаром. Много игроков, которые были куплены в Китае. Караска был также в Китае. Так, второй наш матч. Вторая, наверное, так сказать, проверка для нас. Пока что 4-0 обыграли... 4-0 мы обыграли сборной Китая. Теперь у нас сборная Индии. Мы поехали. Второй состав уже, но, мне кажется, ничуть он не хуже должен быть, чем первый. Не знаю, как все-таки начать, либо быстро идти в атаку, начиная. Хорошо пасует на Чалова. Чалов вперед уже отдает на Жамаледдинова. И какой красивый Го с подкруточки. Хлесткий такой удар и забивает Рифа Джамаледдинов. Игрок Локомотива там на бровке Дзюба аж отпраздновал. И вот так вот уже здесь галкипер не смог достать этот удар. Хлестко щекой ударил. Ну и все замечательно. Для сборной России и для Рифа Джамаледдинова. 1-0 мы впереди. Антон Миранчук перехватывает. И это есть шанс забить сейчас еще один. И это дубль от Рифа Джамаледдинова. Вот так вот. Сколько там прошло? Минуты две. И Рифа тоже забивает второй гол. Смола здесь хорошо сейчас переводит на Джамаледдинова, у которого уже тоже сил уже мало. И он падает. И это пенальти зарабатывает сам Джамаледдинов. Сейчас он и пробьет, чтобы забить хэтрик. Ну давайте Кудряшова снова выпустим вместо Кутепова. Смола вставит его на пенальти, но я все-таки пробью. Джамаледдиновым, хоть у него и пенальти слабые, но девяточку вот сюда бы. Все, развели. Еще я перекладин и забивает Джамаледдинов. Джамаледдинов и это его третий мяч. Заканчивается матч Джамаледдинов. Забивает три мяча за три удара. Это просто хорошая для него статистика. Не 4-0, но тоже уверенно, с счетом 3-0 заканчивается этот матч. Ну и заканчивается сегодняшний наш выпуск. В следующем выпуске у нас уже наконец-то долгожданные матчи за Барселону. Матч будет гостевой против Эйбара, но и также Лига Чемпионов против Пражской Славии. Дома или в гостях, я не знаю. Сейчас посмотрим. В гостях на выезде будет игра, так что здесь мы должны брать 3 очка. Да, в двух встречах уж точно 6. И все у нас тогда будет хорошо. В следующем выпуске у нас, кстати, вы видели Эль Классико. Так что подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. С вами был Андрей и канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok